здравствуйте друзья с вами я александр сегодня я с удовольствием представляю вам взрослый обзор на мой взгляд очень интересного планшета от компании оскол модель элит 1 поставляется планшет в крупной коробке с изображение самого аппарата в принципе как и большинство других продуктов компании blackview и суббренда оскол на обратной стороне у нас есть как всегда некоторая информация в установленных компонентах внутри мы обнаруживаем более чем жирный комплект который включает себя стекло защитная на экран кроме того что пленка на экране уже наклеена сам планшет в чехле а также блок зарядки на 45 ватт инструкцию кабель юсб тайп си на юсб тайп си и стилус такой вот простенький конечно но как говорится есть хорошо чехол выполнен из кожезаменителя приятного на ощупь имеет магнит как можете видеть срабатывает разблокировка по нему об это хорошо внутри мягкий основание у него пластиковая такое вот сам планшет вот тут друзья мои честно говоря я когда взял в первый раз в руки я был в шоке во первых это полностью алюминиевый корпус но думаю ладно давай-ка посмотрим на скручивание сразу и друзья мои этот аппарат показал такой шикарный результат я не могу его прогнуть звуков он никаких не издает как они добились наконец такой шикарной жесткости который не был ни в одном продукте blackview и вообще ни в одном планшете 3 эшелона я такой жесткости не видел более того ipad r4 от apple гнется веселее на скручивание здесь полный монолит как вы видите никаких пластиковых вставок здесь нету имеется вот такие вот разделители для антенн 2 глазка камер здесь нас основная здесь для размытия заднего фона и вспышка органы управления здесь у нас качелька громкости кнопка включения находится на левом торце прорезь для динамиков обратите внимание какие они крупные здесь же находится гибридный разъем для двух sim карт либо одной карты и карты памяти сверху микрофон вот здесь на другом торце также две прорези и usb type-c снизу ничего нету на фронтальной части камеры датчик освещенности дедовое уведомление к сожалению нет олеофобное покрытие на экране имеется пленка также вполне неплохого качества не царапается в течение там первых нескольких дней цветовых решений у планшета 3 серебристо-белый серый и вот такой вот гималай blue размер аппарата вы сейчас видите на экране в толщину он кстати всего семьи четыре миллиметра и вес составляет 587 грамм далее по экрану планшета диагональ его составляет 12,1 дюйма разрешение 2560 на 1600 точек то есть чистое 2к blackview называет это 2,5к ну да ладно не 4 как дуджи по крайней мере плотность пикселей 249 ппи яркость заявлены производителем 600 нит и частота обновления 60 герц несмотря на отсутствие расширенного цветового охвата DCI-P3 эта IPS матрица имеет отличную цветопередачу углы обзора максимальные какие только могут быть у хорошей IPS матрицы что касается яркости экрана то запас действительно соответствует 600 нитам смотрим по этому прибору 500 это 150 и это честные 600 нит экран имеет сертификацию фреймон защиты глаз от синего цвета а также имеет три режима работы в том числе черно-белый для снижения нагрузки на глаза при чтении например текста с экрана и вот вам сравнение с дуджи просили меня сделать экраном смотрим значит здесь максимальная яркость и здесь у нас максимальная яркость цветопередача ну тут комментарии излишне да здесь у нас белый цвет шикарный у оскала черный принципе везде нормальный серый тут тоже более правильный ну и максимальная яркость вот вам пожалуйста здесь у нас 113 а здесь 167 150 это 500 поэтому прибору напоминаю вот такие друзья дела мультитач у планшета на 10 касаний частота дискретизации сенсорного слоя 120 герц в общем экран шикарный ему бы 90 герц хотя бы частоту повышенную был бы идеальный но как говорится не судьба далее поговорим по начинке однокристальная система в этом планшете установлена от компании медиатек и ни к одной гадалке ходить не надо чтобы с первого раза угадать что здесь стоит людям горнишки helio g99 характеристики всем давно известная вот пожалуйста вам на экране 4к ставьте паузу и смотрите оперативная память в аппарате lpddr4x ее 8 гигабайт и накопитель на 256 гигабайт стандарта ufs 2.1 по всей видимости максимальная скорость последовательного чтения достигает 678 мегабайт в секунду результаты geekbench 6 по центральным ядрам вполне типичные для этой платформы и результат графической подсистемы малиджи 57 mc2 на разрешении 2к также как я уже понял вполне типичный на самом деле ничего плохого в этом чипе я до сих пор не вижу даже на разрешении 2к он нормально тащит интерфейс и на удивление справляется с играми тот же паб джи как я уже говорил тестирование дуджи я думал будет провально на таком разрешении нет вполне себе хорошо поигралась на графике баланс и fps ультра 40 то есть кадров в секунду все четко идет особенно понравился цветопередачи экрана в играх выглядит сочно красиво хорошо тротлинг тест 100 потоков 30 минут показал падение производительности 7 процентов что практически ни о чем и беспокоить вас нигде в обычных задачах и в том числе в играх не будет датчики в аппарате установлены акселерометр освещение и аппаратный гироскоп к сожалению нету магнитометра который очень бы пригодился этому планшету и я считаю это минус следующий пункт это батареям и автономности в планшете установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 8800 миллиампер часов несмотря на комплектную зарядку 45 ватт аппарат заряжается мощностью примерно до 30 ватт делает он это за три часа и типичные примеры энергопотребления 1 это youtube сожалению расход заряда статистика не показывает пришлось мерить секундомером яркость 200 нет 1080 60 кадров в секунду аппарат проработал 9 часов 16 минут кстати вот столько вот по шкале на вести нет меня часто спрашивают обратите внимание это хороший результат и это примерно такой же результат как у дуджи с заявленной батареей 10 800 следующий это м x player видео оффлайн аппаратное декодирование есть 80 30 кадров в секунду продержался аппарат 11 часов 20 минут отличный результат для 2к экрана и такой батареи в батарейном тесте пакетописи марк смешанной нагрузки аппарат показал результат 8 часов 57 минут что тоже примерно равняется результату дуджи т-30 макс с заявленной большей батареи таким образом можем сделать вот что для этой платформы и люди 99 2к экрана и батареи 8 800 результат автономности у планшета очень хороший далее разберем работу планшета с навигацией gps глонасс байду и галилео спутниковой системы поддерживаются спутник видит большое количество диапазон только один 1 позиционирует на карте точно однако есть у него маленький нюанс это связано с отсутствием магнитного датчика на месте разворота и поворота не показывает понятно но еще и при движении любит не всегда направлять курсор в сторону куда вы идете это в пешеходном режиме подчеркиваю без привязки к дорогам в общем ведет себя вот таким вот образом вроде бы показывает иногда а иногда вы идете вперед а он показывает что вы смотрите назад впрочем в автомобильных навигаторах с привязкой к дорогам таких проблем не будет потому что там показания магнитного датчика вообще не учитывается однако минус за отсутствие магнитного датчика я все-таки поставлю далее по вайфай в планшете установлен двухдиапазонный приемник 2 и 4 и 5 гигагерц стандартов abjn и си на 2 и 4 скорость подключения составляет 86 мегабит секунду что соответствует антенной формуле 1x1 и ширине канала 20 мегагерц чувствительность через одну стену от роутера очень хорошая скорости типичные для такого подключения самом глухом месте квартиры чуть чуть ниже результат чем мы привыкли видеть в районе минус 70 и скорости немножечко просеяли но для 2 и 4 диапазона в принципе это обычное явление на 5 гигагерцах скорость подключения составляет уже 390 мегабит в секунду и чувствительность очень хорошая для 5 гигагерцового диапазона и скорости максимальные для моего провайдера в самом глухом месте квартиры аппарат ушел чуть-чуть за минус 70 это результат на отлично для 5 гигагерц скорости при этом изменились незначительно соответственно вай фай можно поставить 5 с минусом за чуть чуть сниженную чувствительность 24 диапазона далее поговорим по работе планшета с мобильным интернетом 4g lte и голосовым вызовом планшет имеет все необходимые диапазоны извините переворачивать не буду для работы с нашими сетями 2g 3g и 4g причем на обеих сим-картах набор абсолютно одинаковый а вот модем аппарата к сожалению лишен в поддержке lte advanced а соответственно и агрегации частот lte сей работает на чистом 4g в данном случае вот на седьмом бенди 2 600 скорости при этом он демонстрирует в принципе неплохие максимальный результат составил у меня 99 мегабит секунды он сотку в пике выдавал но потом немножко сваливался с голосовыми вызовами никаких проблем не возникло микрофон установлен хорошего качества в отличие от того же дуджи т-30 макс и хорошо себя ведет и запись из диктофона пожалуйста пример послушайте и при работе с голосовыми вызовами запись с голосовой линии также слушаем раз два три 4 5 вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет пиф-паф ой-ой-ой умирает зайчик мой один два раз раз два три проверим качество микрофона в планшете оскал элит 1 микрофон находится вот здесь вот один два раз раз два три если разговаривать на дистанции примерно сантиметров 50 слышимость будет вот такая 1 2 1 1 2 3 сосисочная в условиях слабого приема сигнала сотовой сети оскал элит 1 по качеству приема и чувствительности немного уступил моему one плюс 9 pro но при этом не отваливался в 3 2g что в общем то хорошо далее разберем систему и настройки планшет работает под управлением версии android 14 ну вот она и собственной оболочки док с 40 и сразу скажу что по моему мнению это лучшая оболочка из всех брендов 3 эшелона которые в основном способны на то чтобы там слегка изменить иконки настроек в лучшем случае перерисовать лаунчер здесь абсолютно все переработано начиная от настроек лаунчера пожалуйста вам вот такие вот настроечки нам присутствует и заканчивая системными настройками которые стоит посмотреть вай фай я вам все уже рассказал bluetooth в аппарате версии 52 есть кодеки и если ldc позже покажу имеется android авто сим-карта управления трафиком имеется поддержка звонков по 4g и по вай фай и они работают дополнительные настройки у нас есть трансляция экрана беспроводная usb bluetooth модем точка доступа вай фай разумеется nfc планшете нет экран адаптивная ручная яркость темная светлая тема есть ночная подсветка вот такая вот размер текста и масштаб регулировки широкий еще имеются не максимальный стоит у меня оптимизация цветовой температуры экрана стандартный яркий профессиональный можно покрутить даже ручками но экран на мой взгляд настроен очень хорошо он по умолчанию слегка теплый но это очень приятно сказывается на цвет передачи и белый цвет как вы сами видели хороший здесь у нас есть запись экрана режим чтения когда становится изображение черно-белым присутствует а также пункт активация вертикальном положении обои персонализация если у нас есть и возможны смены стиля иконок и обои и темы можно поменять две штучки есть все таки это приятно звуки вибрация 5 регулировок есть у нас улучшение звука режим высокой точности и усилитель громкости вибра вот это то немного что не понравилось мне в этом планшете она опять обычная и опять дребезжащие к сожалению не всегда но периодически вот особенно на столе когда без чехла лежит прям не очень приятный звук жесты здесь у нас снимок экрана запуск камеры быстрое включение камеры умное окно это у нас вот эта боковая панелька которая есть во многих оболочках скрыть вот эту вот панель можно таким вот образом нижнюю она тоже в общем-то своя раз подержали нажали она скрылась если вам она не нужна приложение уведомления без проблем все приходит и работает дополнительные функции обнаружения кодов внимание запись звонка в ручном и автоматическом режиме несмотря на то что звонилка здесь гугловская переключатель таймера это включение выключение планшета планировка и есть функция очистки динамика звуком да да спасибо мы поняли также как на защищенниках прикольно безопасность у нас есть из этих функций только распознавание по лицу и работает она очень хорошо батарея к сожалению не поход не показывает расход это косяк и 14 андроида ну и видимо вот тут вот еще не допилили режим пока фирменный режим который превращает интерфейс планшета в винда подобные я его неоднократно показывал где-то здесь по ссылочке даже вот тестировал вам прикреплю посмотрите система локальное обновление кстати было целых два обновления уже даже покажу это вот пожалуйста первое и через несколько дней было второе обновление то есть оптимизацию ребята проводят своих систем их прошивок здесь же находится для разработчиков и центр управления можно сделать какой сейчас у меня стоит а можно сделать xiaomi подобный вот вот такой вот но я предпочитаю такой классический система в целом работает просто отлично вот так вот пожалуйста скроллинг у нас происходит после прогрузки никаких лагов глюков нету для 60 герцового экрана это я считаю просто шикарно с оперативной памятью планшет работает хорошо из 10 открытых приложений за ночь закрыл только два что я считаю хороший результат следующий пункт это работа с мультимедиа на ю тубе планшет как и другие представители платформы g99 максимально умеет разрешение 1440 пи 60 кадров в секунду и здесь это оправдано потому что максимальное разрешение экрана как раз и есть такое видео оффлайн м x player умеет 4k но в режиме хардваре плюс полу софтовом выводить изображение на внешний монитор к сожалению не умеет по usb-c звук в планшете 4 динамика имеется три усилителя слушаем как он звучит ну что же звучание у планшета просто отличная жалко нету настроечек подкрутить от harman efx но и без них насыщенная мощная объемная баз если так можно выразиться да но низкая середина здесь тоже хороший такой прям напористый короче говоря звук на твердую пятерку что касается звука в наушниках то здесь все точно так же как и у остальных представителей платформы helio g99 выхода 35 нету на наушники поэтому через обычный переходник с аудио выхода харес power ramp а вот с такими характеристиками выводится звук и он очень хороший если подключить usb sub звук становится просто отличный даже давление физически на уши ощущается моими meizu hd 50 я очень люблю когда бочка по ушам бьет правда делает передискретизацию и аудиофилом наверное не буду его рекомендовать по bluetooth звук также хороший и и си особенно по ldc понравился потому что информации там больше зачастую такие устройства сейчас звучат даже лучше по ldc чем по проводу без какого-либо цапа другие мультимедийные возможности представлены fm радио работающая с наушниками без чиповыми или без чиповым переходником а также имеется как я уже сказал запись разговоров с линией причем полноценная без всяких предупреждений в ручном и автоматическом режиме ну и напоследок так сказать на сладенькая как обычно по камере в качестве основного здесь используется довольно древний датчик от sony amx 362 однако очень неплохой установился он даже в пиксели по моему второго поколения 12 мегапикселей диафрагма 1 и 8 второй датчик основной камере даже не написано какой-то 2 мегапиксельный очевидно для размытия заднего фона а вот фронтальная камера заявлена как 13 мегапиксельной диафрагмы 20 однако в списке датчиков я не вижу 13 мегапиксельных но модули и скорее всего это либо он не вижу а еще более вероятно что это 8 мегапиксельный samsung с 5к 4h и 7 который очень часто любит ставить blackview оскаром просто его немножечко интерполировали датчик при этом сам по себе реально неплохой программа камеры вот здесь опять же blackview имеет преимущество потому что программа камеры у них своя настройки смотрим ночной вид видео фото красота дополнительно имеем ручные настройки пожалуйста в дополнительно монохром черно-белый то есть вариант съемки портрет размытие заднего фона и панорама в режиме фото у нас значит google lens управление камерой вспышкой то есть вплоть до включения подсветки на чего мне так не хватало в дуджи т-30 макс есть управление hdr ключом она полнофункциональная включена выключена и режим авто пропорции тоже пожалуйста один к одному 4 трамм 16 9 все в порядке это таймер и настройки у нас вот такие вот ну практически стандартные с выбором разрешения выбирать тут ничего особенно видео вот тут вот интересный момент нам заявляют 2к записи она должна быть на g99 однако почему-то максимальное разрешение full hd через родную камеру а также нету никакой стабилизации вот пожалуйста разрешение при этом гироскоп то имеется и через open камера у нас есть и 2к и электронная стабилизация пока из положения можно выйти так надеюсь что blackview оскол добавят сюда необходимое разрешение и электронную стабилизацию мы давайте посмотрим фото и видео который может делать данный планшет первое фото как всегда полочки со смартфонами наводилось по точке резкость на коробочку спока и мы можем видеть очень и очень неплохую детализацию единственное что можно придраться вот по этому краю по правому немножечко есть размытие ну и по левому чуть-чуть совсем на улице яркий солнечный день передний план отличная детализация на удаление кирпичная кладка но в принципе и видно хотя конечно не идеально однако листья деревьев в кашу не сваливаются работа hdr в этом планшете вот эта фотография без hdr а вот это с hdr в общем hdr есть и работает вид остановки передний план немножечко пересвечена и поэтому резкости бритвенной нету однако неплохо по краям левый нормально правый тоже в принципе хорошо 200 процентное увеличение и буквы на остановке читаем все таки хоть и старый модуль это time x но очень хорош потому что позволяет делать вот такие вот достаточно сочные и качественные фотографии при хорошем освещении и принципе для планшета это очень приемлемый уровень фронталка вообще несказанно порадовала хоть и написали интерполяцию до 13 но посмотрите какая у нее приятная резкость и отсутствие шумов в дневное время портретный режим также умеет вот так вот это делает любимое пристанище летучих крыс наших обязательно в букве е сидит голубь в помещении ценники в магазине в данном случае отлично по резкости по цветопередаче хорошо левый край никаких размытий нету правый край да вот есть все-таки по правому краю немножечко размыть в общем при хорошем освещении камера по фото справляется на мой взгляд вполне себе неплохо вечернее фото я сделал тестовый снимок с балкона для того чтобы определить нужно мне выходить на улицу чтобы делать дополнительные фото или нет и понял что нужно вот это автоматический режим и ну хоть и скромно но тем не менее не провально ну вот в классический вид остановки передний план есть детализация даже кое-какая буквы на остановке читаем и ну правда деревья на заднем фоне норовят превратиться уже в кашу что немного расстроило так это фактическое отсутствие ночного режима вот эта фотография сделана в авто вот это с ночным режимом разница практически никакая чуть-чуть может быть меньше пересветы на буквах однако цвет в логотипе нет и заветели информация отсутствует автоматическом режиме конечно фотографии вечернее время получаются откровенно мыльноваты фронталка также вечером были за счет того что давит шумы а если она их не давит как вот в этом вот то портретном режиме то получается вот такие крестики нолики на изображении портретный режим на основную камеру вполне себе неплохо хотя конечно шумноват и вырезает не идеально фото комната при искусственном освещении порадовала цветопередачи прежде всего детализации хоть и умеренной но все-таки не провальной и динамическим диапазоном на твердую четверку работа вспышки в полной темноте совершенно адекватная в отличие от дуджи т30 макс того же это у нас автоматический режим это режим наведения по точке отличный баланс белого чуть-чуть перебор по экспозиции на взгляд и если включить режим подсветки который есть в родной камере получается на мой взгляд самые лучшие фотографии и по резкости и по цветопередачи видео в дневное время аппарат пишет очень достойно звук моно но качество его скажем так на твердую четверку вечером конечно качество видео значительно хуже запись видео планшет oscal elite 1 это родная камера 1080 30 кадров сожалению 2к выставить не дает и ее родной камеры нету стабилизации фокусировка хорошо работает это съемка видео при помощи soft open камера тут уже у нас и 2к доступна и электронная стабилизация смотрим как все это работает против солнца экспозиция фронтальная камера родной софт также нет стопа 1080 максимальное разрешение как вы видите поднялся а через open камера и на фронталке можно включить 2к и стабилизацию вот так вот все это выглядит запись видео вечернее время ландшот оскол elite 1 1080 30 кадров стабилизации нет родной софт камеры фокус отлично экспозиция хорошо и запись видео на окон камера разрешение 2к лизация есть муки какие выводы можно сделать по камере она достаточно неплохая днем делает хорошие фото нормально снимает видео вечером конечно качество снижается однако остается не провальным особенно расстроил то что падает частота кадров на видео на фронталке ну и есть конечно некоторые моменты которые хотелось бы доработать типа там ночного режима и прочего но все равно это уровень выше чем больше основная часть планшетов китайских здесь по крайней мере как говорится все свое и видно что люди работают что по планшету в целом можно сказать аппарат мне несомненно понравился минусы которые я хочу отметить первый это отсутствие магнитного датчика второй это слегка подрезанный модем ну и третий минус это жужжащие вибро по камере я вам сказал да там тоже есть недочетчики во всем же остальном планшет очень порадовал а по качеству сборки и экрана наверное это лучший планшет из всех китайских аппаратов которые мне пришлось протестировать представили этот планшет месяц назад на старте продаж он стоил очень приятных денег порядка 18 тысяч рублей сейчас через два дня будет распродажа цена будет конечно не такая вкусная что порядка 21 тысячи рублей но мне кажется этих денег он все-таки стоит посмотрим может быть будут еще какие-то дополнительные скидки но рекомендовать к покупке я его могу смело на сегодня друзья у меня всем спасибо всем за просмотр подписывайтесь на все мои ресурсы в соцсетях всем мира добра до новых встреч пока